Президент головного мозга это гипоталамус и вообще президент нервной системы. Дело в том, что гипоталамус является нервным центром, высшим таким центром всей вегетативной нервной системы, регулирующим центром. А как насчет премьер-министра? Это у нас есть премьер-министр, это железа под гипоталамусом, гипофиз. И гипофиз у нас такая маленькая, всего порядка нескольких грамм весит, горошина. Это высший центр всей эндокринной системы. Вообще, что такое эндокринная система и как надо ее себе представлять? Это система, которая обеспечивает гуморальную регуляцию. Гуморос от слова «жидкость» в переводе означает «жидкость». Так вот, какие жидкости обеспечит эту гуморальную регуляцию? Все думают, что только кровь. Но, конечно, это не так. Не только кровь обеспечит гуморальную регуляцию. Лимфа тоже. И тканевая жидкость, которая у нас между клетками в огромном количестве плавает. Вот эти все три жидкости дают регуляцию. А теперь в чем суть этой регуляции? Эта регуляция, вернее, давайте даже не суть, а суть сейчас будет довольно длинно рассказана. Но какие вещества регулируют? Это же с помощью веществ, которые плавают где-то в жидкостях. Все думают, что только гормоны у нас являются регуляторами. Как всегда, все не так просто. Поэтому у нас и в ЕГЭ по биологии такие серьезные вопросы, что вся страна сдает на 52 балла, средний балл. Оказывается, гормоны, я сейчас приведу, кстати, доказательства, это не единственные вещества, которые гуморальную регуляцию обеспечивают. Есть еще биологически активные вещества, какие-либо, ионы, металлов. И даже наша пища. Вот в целом, если говорить о том, что нас может регулировать в жидкости, что на нас может влиять, и даже пища. Ну вот давайте пример какой-нибудь. Был вопрос ЕГЭ о том, как осуществляется гуморальная регуляция работы желудка. И представьте, что ученик должен был написать. Он не должен вспомнить там какое-то конкретное вещество, которое регулирует нас, и прямо его написать. А он должен очень общую мысль здесь привести. Ну там, правда, нервно-гуморальная регуляция проверялась. Я сейчас нервную потом скажу. Вот когда гуморальную регуляцию работы желудка вас спросили, вы должны были писать. Вещества пищи попадают в желудок, перевариваются, всасываются в кровь, в желудке идет всасывание тоже, и, находясь в крови, влияют на работу желудка.